всем привет ну что у вас нового напишите в комментариях я с удовольствием прочитаю я напоминаю еще раз что данные монологи существуют в основном для того чтобы мы обменивались мнениями той или иной группе о том или ином артисте о той или иной музыке в конце концов потому что главное эта музыка а даже не фамилия артистов даже не название групп а музыка которую мы слушаем хотя многие слушают именно название и фамилии но не будем грустным а я хочу показать пластинки которые я безумно люблю и которые как мне кажется должны бы быть но я не буду слова коллекции употреблять потому что что такое коллекция то что у нас на полках это никакие не коллекции это просто купленные где-то у кого-то там пластинки которые выходили миллионными тиражами и их полно на самом деле я уже много раз говорил что понятие редкость смысле пластинок сейчас утратила свой смысл потому что в принципе можно любую пластинку практически найти купить но за редким редким исключением очень редкие исключения есть но в принципе интернет позволяет найти все что угодно другое дело вопрос цены ну это обычная история пластинки которые труднее достать стоит дороже да которые легче достать стоит дешевле но тем не менее достать можно практически все все что угодно если задаться целью такой накопить там денег но я возвращаюсь к пластинкам сида баррета зная прекрасно в силу своего возраста и времени потраченного не потраченного зря потраченного на слушание музыки на поиски каких-то пластинок на обмены на кручение вот в этой вот каше меломанской скажем тогда я прекрасно знаю что pink floyd это наверное самая любимая группа отечественных меломанов если так такой рейтинг поставить не всех далеко но основная часть аудитории которая слушает так называемую рок-музыку конечно pink floyd ставят выше там небес прости господи я небольшой любитель групп pink floyd совсем небольшой мне нравится альбом до ксайтов демон мне нравится пластинка стена который я слушаю очень редко но тем не менее на мой взгляд она очень хорошая но до до ксайтов демон вообще это для меня конечно явление природы даже не музыки а явление природы это удивительная музыка потрясающе сделано все остальное я отношусь ко всему остальному весьма спокойно некоторые пластинка мне вообще активно не нравится например animals который расхвален массами я про него отдельно поговорим но то что было записано сидом барреттом это отдельная абсолютная история абсолютно отдельная это действительно но не зря сами музыканты pink floyd написали песню shaman the crazy diamond да сияй безумный алмаз и сид барретт это действительно безумный алмаз это человек который сделал группу pink floyd человек который задал направление всей вот этой музыки которую можно называть там как угодно психоделическая музыка space rock там все вот это вот все вот эти термины направление было задано первым альбомом the paper the gates of dawn про который я говорил как-то ну и чтобы перейти к пластинкам барретта я начну вот с этого альбома pink floyd masters of rock странная довольно пластинка для многих наверное это альбом который вышел всеми четвертом если мне память не изменяет году сборник синглов ранних и пара песен из первого альбома здесь существует есть альбом relics такой да который любят многие меломаны сборник но это сборник в основном из песен с первых двух альбомов и там два или три сингла на нем есть но далеко не там нет julia dream нет в песне apples and oranges а здесь в общем практически все известные синглы есть еще несколько ранних синглов совсем таких странных или ритман блюзовых они выходили в 90-е годы уже на компактах на виниле их не видел но они не интересны совершенно а вот главные синглы они все здесь барреттовские творения ну chapter 24 понятно это из первого альбома matilda мада оттуда же а вот арнольд арнольд лэйн песня которая дала толчок дала движение группе pink floyd и произвела общем смуту в умах и критиков и слушателей и меломанов и музыкантов это удивительная песня одна из моих любимых песен вообще на самом деле если говорить о лучших песнях для меня там рок-музыки арнольд лэйн конечно туда входит может быть не за номером один но она точно среди самых-самых любимых это первая сторона первого сингла группа на второй стороне на candy and the current bum bum на второй стороне the sky crow это тоже из первого альбома и вторая сторона может быть еще интереснее хотя песня не лучше переплюнуть арнольд плейн вообще невозможно это шедевр apples and oranges это третий сингл группы первая сторона очень хорошая песня тоже песня барретта но она как-то она папа слабее немножко как мне кажется она более она больше похожа на всю музыку ту которая игралась и в англии и в америке а в америке очень похоже играла группа country joy and the fish и многие критики пишут что pink floyd нахватались у country joy and the fish вот этих психоделических всех штучек ну трудно сказать наш в одно и то же время выходили пластинки it would be so nice песня ричарда райта четвертый сингл pink floyd первая сторона ну совсем она просто она настолько проигрывает песня барретта что это это просто очевидно и и отставишь и слушаешь обычная такая какая-то обычная песня paint box тоже песня райта но она поинтереснее это третий сингл и julia dream waters а четвертый сингл вторая сторона она вот такая в сторону баррета гринится как-то waters чувствовал эту музыку и он собственно говоря и протянул весь pink floyd потом все главные вот эти альбомы которые считаются вершиной рок-музыки это же в общем творчество water со в основном а waters как раз тянул то что делал баррета прямо вот по протоптанной дорожке это и шоу-шоу с переменным успехом правда но ничего julia dream да это была песня water со и cm или play баррета вская второй сингл первая сторона классическое творчество баррета безумного алмаза с непредсказуемыми мелодическими ходами с удивительной игрой на гитаре с удивительными звуками которые которыми он занимался так же как собственно и все остальные члены группы pink floyd но это вот та самая настоящая психоделия от которой все и пошло все и выросло вот это пышное дерево психоделического-космического рока ну а две пластинки сольные баррета которые вышли в семидесятом году первое вот это вот со мной думать капс думать каплац ла 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 смеется безумец в общем короче говоря они представляют очень большой интерес на мой взгляд они очень интересны это то что называется искусство как таковое творчество как таковое потому что баррета ушел уже из группы до его ушли и он ушел он но он просто отвалился то есть выгнали его это громко сказано потому что он просто отвалился силу болезни тяжелый вот многие из тех кто не любит ранний альбом pink floyd не любят музыку баррета греша этот придурок вообще наркоман какой-то что с него взять почему так люди говорят я не понимаю можно пожалеть человека потому что это болезнь это тяжелая болезнь и парень страдал болел это страшная штука можно только пожалеть посочувствовать и помолиться за него там к сожалению его нет уже с нами но тем не менее можно сопереживать потому что гениальный музыкант абсолютный музыканты pink floyd не дадут соврать смотри песню shine on the crazy diamond да не просто так она написана гениальный музыкант слетел с катушек и отвалился просто от группы которую он создал популярность этой группы это его заслуга в первую очередь потому что он был суперстар он был красавец лидер автор всех лучших песен того времени пир флойд и конечно это очень жалко жалко что так с ним случилось все из-за болезни просто так выпал из команды но в силу того что все записано и выпущено на тот момент время пир флойд было очень популярно востребовано и хорошо продавалась барретт в общем в деньгах не нуждался и спустя год после расставания пошел в студию записывать сольные пластинки записал их две и почему решает творчество как таковое здесь очень много косяков очень много косяков недоигранные какие-то недоигранные такты партиях ритм-гитары просто косяки просто струны плохо зажаты на акустической гитаре иногда когда он играет но это слышно просто так все на раз но тем не менее есть несколько шедевров безусловных как песня терапин первая акустическая гитара электрическая гитара сзади немножко такая удивительная гармония такая непредсказуемая мелодия и так она завораживает рузер у розер у отрас обожал эту песню и его пригласили в какое-то музыкальное и издание чтобы написал короткий коротенькие рецензии на песню которые только что вышли а вот раз к этой песне не имел отношения хотя половину альбома продюсировали уже гилбор и waters и помогали играть первую половину делали музыканты soft machine практически в полном составе роберт уайт там все все присутствовали и слышно как на барабанах играет роберт уайт это очень здорово для любителей soft machine это вообще штука обязательная конечно так вот waters терапинт считал лучшей песней которая вышла в семидесятом году поставила выше black sabbath там выше кого угодно ему там несколько песен дали на рецензию при том что он не имел к ней отношения это было записано без него он просто послушал и сказал что ну это да это просто это это очень круто да гуд трайн замечательную ногу трайн и лавью две следующих песни очень интересные тоже ногу трайн это практически продолжение раннего pink floyd с электрическим звуком полным лавью она то такая веселенькая кабацкая немножко в наш бар отменял стиль все время у него и в первом альбоме такие уходы в какие-то шуточные такие истории очень здорово no man's land четвертая песня это прямо вот как будто продолжение первого альбома как будто the pipe of the gates of dawn продолжается здесь на no man's land но потом следует до глоб полный хаос полное безумие баррет явно был не в себе и слушать это достаточно тяжело хотя если бы ее нормально сыграть была бы приличная песня но там как она сделана здесь это жир не пойми что хирай гол страна лучше чем дар 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 глоб в любом случае но баррет когда записывал этот альбом он же слышал все когда человек сыграл потом прослушать слышал все косяки и он запрещал что-либо править чистое творчество как сделано так сделано все сделано храм меня устраивает не потому что лень а потому что вот он считался такая подача она правильная и в общем то и не важно купят пластинку не купят я подчеркиваю что в деньгах он не особенно нуждался до самой смерти песни там оди одна арнольд лейн ему приносила до гробовой доски в общем приличные деньги ему было интересно ему было интересно заниматься творчеством и дальше идет на второй стороне октопус замечательная штука тоже очень странная но интересно вот golden hair и long gone две песни это опять же просто вот классический пинг флойд тех времен очень здорово а дальше снова полный хаос несколько песен полный хаос вплоть до late night финальной седьмой песни на первой стороне вот она такая пластинка неровная и можно сказать фуфу играть не умеет все он умеет все у него хорошо все замечательно что показал второй альбом который является в отличие от первого здесь очень мало акустики она тоже есть но мало ну сюда уже пришли гилмор и райт все залито органом все все продублировано гитарой хотя электрическую гитару в основном играет барретт здесь и соло и baby лимонад замечательная песня 1 здесь на 12 струнки играет гилмор на телекайстере играет наш герой барретт и вот эта пластинка она общем электрическая она ровная но чувствуется какая-то усталость уже у барретта я не знаю видимо все что он хотел сказать он сказал вот вот на этом альбоме хотя он немножко и покривее сделан этот сделал вполне ровно вполне ради на даже можно сказать но немножко устал человек видимо видимо все вот я повторюсь что все что хотел все сказал и и эти два альбома на мой взгляд являются просто инструкцией и методичкой для группы pink floyd и по этой вот самой методички сделаны все пластинки pink floyd вплоть до dark side of the moon и атом хатмада и metal там и что там и ума гума и все 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 и обскорбай клауд это все просто вот идет отсюда так что я пошел пить а вы слушайте хорошую музыку пока